Титан Чириоттер Титан Чириоттер Титан Чириоттер Титан Чириоттер Титан Чириоттер Титан Чириоттер По восьмой прокрут включительно 1786 монет. Дальше с восьмого прокрута, ну и соответственно по пятнадцатый 8280. Ну и вот этот последний участок в количестве пяти круток вам обойдется в целых 13790. Ну и что самое неприятное, это то, что на Титана Чериотера шансы выпадения всего лишь 0,05. Что заставляет меня усомниться в том, что большинству игроков или хотя бы нормальному количеству игроков из всех крутящих, данная тачка выпадет где-то на первых прокрутах. Рассчитывайте на то, что будете забирать где-то в третьей зоне, ну а скорее всего вообще на последнем прокруте. В отношении всего остального понасыпали всего чего угодно, в принципе как обычно. Два зеленых чемоданчика, из которых можно получить какой-нибудь квестик на какой-нибудь один или три контейнера, в зависимости от того как повезет. Мистические контейнеры, собери их все. Есть никчемный контейнер на анимированные аватары, в котором нет ничего вкусного, что можно на что-то обменять. Ну и плюс к тому, я не думаю, что у нас в игре мало аватаров у игроков и они им прям действительно необходимы. То же самое могу сказать в отношении контейнера с обвесом. Обвес, кто захочет, тот получит в каком-то ивенте или купит его отдельно. Ну а здесь бог его знает, что выпадет. Стоит также отметить, что разработчики не пожадничали в отношении свободного опыта. На удивление, здесь непривычные нам две тысячи свободки, а два раза по семь с половиной тысяч. Что в целом я считаю довольно неплохо. Ну и в отношении серебра тоже можно сказать, что не пожадничали, потому что как правило здесь пятьдесят тысяч, ну а в этой рулетке целых сто. Ну правда три раза, соответственно будет на себя вытягивать довольно-таки большой участок по шансам выпадения. Если вы обратите внимание, то с самого начала шанс выпадения ста тысяч кредитов составляет целых двадцать восемь процентов. Это действительно очень много и дальше у нас идут икс пять. В количестве пяти штучек здесь у нас, ребят, двадцать два процента неполных. Поэтому с высокой долей вероятности на первых прокрутах вам однозначно будет падать либо серебро, либо иксы. Но я лично буду крутить у себя на основном аккаунте не потому что мне нужен черед, а по той причине, потому что у меня на основном аккаунте череда нет. Ну и соответственно, если выпадет, слава богу, если не выпадет, ну бог с ним. Кручу рулетки на основном аккаунте, на те тачки, которых в коллекции нет, даже если они меня не интересуют. Крутить много не буду и вот вам, пожалуйста, контейнер с анимированным аватаром. Ну, давай, показывай, что я вам сейчас покупаю за пятьдесят голды. Вот так вот, ребят, вот так вот. Лучший друг мне выпадает, спасибо вам большое. Но я лично считаю, что явно не стоило это пятидесяти голды. Я бы в жизни не купил себе этот аватар за эту сумму. Для меня это целый день просмотра реклам. Пять рекламных роликов, ну, как бы жалко на это тратить. Семь с половиной тысяч свободки. Не знаю, пишите в комментариях, нормально это или нет, за сто пятьдесят голды семь с половиной косарей. Но, по крайней мере, не кредиты. Едем дальше. Двести пятьдесят золотом. Но мне хотя бы три собери их все, чтобы тысячу назад вернуть, уже будет неплохо. Ну, а я сомневаюсь, что так повезет. Сто тысяч кредитов. Дорого. Очень дорого они мне обходятся. Двести семьдесят пять. Ну? Ну, давай собери их все, дай мне. Или квестик какой-то. Контейнер с обвесом. Че с контейнера получаем? О, огнегарпун. Окей, хорошо. Огнегарпун мне нравится как обвес. Хотя бы не этот эмоциональный прожектор, который меня раздражает до безобразия. Уже большое спасибо. Но все равно, не то, что хотелось. Вау! Три мистических контейнера. Жаль, не хватит талисманов до контейнера следующего уровня. Но мало ли, может сейчас мне выпадет мистический сертификат. Блин, вышел. Ладно, к контейнерам вернемся чуть позже. Заодно отлежаться. Глядишь, натянут в себя мистических сертификатов. Один собери их все. А надо два. Облом, блин. Облом. Не получаю. Не получаю. Мне надо еще один. Еще один талисман для того, чтобы хотя бы тысячу вернуть. Напомню по поводу того, что первый участок с первого по какой там, по восьмой, по-моему, прокрут стоит 1786. Если соберу за это время, собрал, собери их все, то тогда первый участок обойдется мне в 700 с копейками голды. И все, что я за первый участок получу. Тайп 62-й. Ничего себе. Ничего себе. Посмотрим. Посмотрим, есть ли у меня данный танк. По-моему, был. Если не было, ну тогда прикольно. Тогда получается, что за 700 голдовых я забрал себе тайпа. Тысяча мне должна вернуться. Пожалуйста. Тысяча возвращается. И что нам даст третий контейнер? Вообще, я удивлен. Удивлен. За последние несколько дней мне выпало три танка из Собери их все. Неужели с этими контейнерами разработчики сделали что-то, что из них начало лучше падать? Ребят, пишите в комментариях по поводу ваших успехов в отношении открытия Собери их все. За последнее время поменялась ли у вас ситуация с шансами что-то оттуда годное получить? Ну и за один голдовый получаю 100 тысяч кредитов. Ну, скажем так, такую покупку я приветствую. Возвращаемся к моему хранилищу. Откроем сейчас мистики, которые я забыл открыть. Ну и, соответственно, давайте посмотрим в отношении того, был ли у меня тайп. Слушайте, тайпа не было. Тайп 62-й, получается, приземляется ко мне в ангар за, грубо говоря, 700 голды. Ну, я лично доволен. Если сейчас из мистиков еще что-то выпадет, ну это прям будет совсем феерическое открытие в моем случае. И будет действительно крайне выгодным. Да, ну уже, в принципе, выгодное. Потому что если бы в магазин выставили тайпа 62-го за, пускай там, 2000 голды, то я бы его в коллекцию себе купил. Пускай я не любитель, конечно, тайпа 62-го. Но, в целом, в коллекцию почему бы и нет. А здесь, ребят, получается за 700, сколько там, 786 золотых монет. По-моему, выгодно. Жду вашего мнения. Мне действительно интересно, что вы на эту тему думаете. И как вы считаете, повезло, не повезло. Открываем два контейнера мистических. И потом переходим ко мне на пресс-аккаунт. Там, где выкатим чередра из ангара. Дальше крутить рулетку я лично смысла никакого не вижу для себя. Все. Забрали. Ничего не получаем. Еще пять мистиков мне необходимо до контейнера второго уровня. И давайте сейчас попытаюсь объяснить, почему я не вижу смысла дальше прокручивать данную рулетку. Значит, смотрите. Я сейчас в плюсе нахожусь. По голде. Типа в минусе, но по факту в плюсе, потому что получил танчик. Дальше каковы мои шансы? Собрать сертификат на 1000 золота и собери их все не получится, потому что здесь только 4 контейнера. Мне надо больше. По отношению мистических контейнеров тоже не соберу. И неизвестно, что мне оттуда выпадет. Теслаган мне не нужен. Иксы тоже не нужны. В отношении квеста лишний головняк. И неизвестно, опять-таки, какой квест я отсюда получу. Также здесь у меня есть 100 тысяч кредитов, которые мне не нужны. И 7500 свободки, которые тоже я не купил бы за 650 золотом, даже если бы сейчас выпало. Теперь в отношении шансов. Мы прошли первый участок из трех предусмотренных в рулетке. И он является самым дешевым. Неполные 2 косаря золота. Дальше 8 280. И следующий участок 13 790. Тогда получается более 22 тысяч голды необходимо потратить, для того, чтобы все вот это забрать. А шансы на Чириоттера увеличились типа в два раза, но по факту составляют 0,1%. То есть даже не процент, а всего лишь 0,1% от процента. Поэтому крутить рулетку дальше не вижу вообще никакого смысла. Рано или поздно Чириоттер все равно появится на продаже. И тогда я его по какой-нибудь адекватной нормальной цене для этой машины приобрету чисто в коллекцию, для того, чтобы стал рядом с другими Титанами, которые у меня есть. Переходим на пресс-аккаунт и выкатываем танчик из ангара. Перед тем, как выкатим Титана Чириоттера из ангара, давайте обсудим саму машину и сравним ее с проходной версией. И попытаюсь сейчас объяснить, почему мне лично Титан Чириоттер не понравился. Я считаю, что ребята-разработчики не дотянули все-таки с темой Чириоттера в нашей игре. В отношении бронирования. Давайте заценим бронирование по обычной проходной тачке, по обычному Чириоттеру. Как видите, картон картоном, да, то есть пробивай не хочу, все кому не лень, ну и в принципе здесь говорить больше не о чем. В Титана Чириоттера брони немножко насыпали, то есть он безусловно не настолько картонен, как его проходная версия, но в то же время. Давайте будем говорить откровенно. Если мы забираем вот эти вот экраны, которые у него есть, в частности на рубке, то мы видим перед собой более хорошо забронированную машину, но при этом все, ну редкая птица, которая может долететь до середины Днепра, не пробьет клювом данную машину. Спереди полный картон, здесь, да, лучше бронирование, чем у проходной версии, но все же, блин, 160 миллиметров, ни о чем. На восьмом уровне пробивать будут все, абсолютно все танки. В отношении лобового бронирования по рубке, по бокам 207 миллиметров, то есть данная приведенка в такой проекции, она уже не работает. Это если вы немного отворачиваете рубку, да, здесь типа получается 300 миллиметров приведенки, но здесь тогда приведенка 160 миллиметров, а прямая проекция 100 миллиметров. Тоже пробивать будут абсолютно все, поэтому не дай бог немножко головочку повернул и, нате, здрасте, забор покрасьте. В отношении лобового бронирования по рубке, если смотреть в прямой проекции, здесь 196 миллиметров, с приведенкой 197. Да, в целом, можно сказать, что большая, большая часть танков на восьмом уровне, стоя 97 миллиметров, пускай 200, пробивают базовым снарядом. Тут просто не о чем говорить. Поэтому по бронированию машина не удалась абсолютно. Нет, я понимаю, это ПТшка, у которой бодрое орудие, но все равно, блин, это Титан. Если мы возвращаем с вами экраны, то, как видите, экраны закрывают по рубке только нижнюю часть, и то далеко не всю. Сзади остается огромная серая зона с 84 миллиметрами в прямой проекции и там 90-95 приведенки, и то, смотря как станешь. Потому что так вообще 87 получается. Плюс над рубкой, особенно если вы где-то играете за какими-то укрытиями. Ну, блин, понятное дело, что в верхнюю часть стрелять будут, и она, вот эта часть, по ширине такова, что выцелить ее проблем нет абсолютно никаких. По бортам, да, окей, может от фугасов там как-то защититесь, но опять-таки, посмотрите сюда выше, 59 миллиметров. Я понимаю, что далеко не все фугасы на уровне 59 миллиметров пробивают, но хэш-фугасы и подобные вещи пробивают абсолютно спокойно. Короче говоря, это не Титан в том понятии, в котором он действительно должен быть. Ну, по крайней мере, я так считаю, вы свое мнение пишите в комментариях. В отношении сравнения данных машин, спасибо большое за девушек, которые меня ищут, задолбали с этой рекламой уже, честно говоря. Здесь у нас, ребят, проходняк и Титан. Смотрите, ДПМ у проходняка выше. Да, незаметно, но выше. Ладно, хорошо, пропустим это. По пробитию 245 и 240. Я бы сказал, что разницу особо не почувствуете. По Альфе 350-360 у Титана. Вау, круче на 10 единиц. Тоже не заметите. В отношении перезарядки. 8,42, 8,84. Мне что-то кажется, что 0,4 секунды вы тоже заметить в бою особо не успеете. То есть эти полсекунды, они там, по большому счету, ничего решать не будут. Калибр тот же самый. Скорость полета снаряда. Просто на уровне Плинтуса, по сравнению с проходной версией, там где целых 1478. То есть, если на проходном чериотере на дальних расстояниях ты играешь с комфортом, то на этой машине ты практически на дальних расстояниях играть не можешь, потому что надо давать бешеное упреждение и наблюдать за тем, как твой снаряд летит в сторону твоего соперника. В отношении сведения и всего остального, машины тоже безумно между собой похожи. Ну и что касается скорости движения по карте. 48 вперед против 46. Разницы вы не почувствуете, но зато ощутите разницу движения назад, когда будете откатываться. Потому что здесь у нас 20 скорость назад, а здесь всего лишь 16. Это приличная разница. Целых 20%. И я не совсем понимаю, почему. Ну, типа Титан Чириотер лучше танкует, поэтому он может отодвигаться назад медленней. По-моему, это глупо. В отношении процента по победам 46,6 против 50, грубо говоря, там 4. Но я бы не торопился радоваться, потому что основная разница в этих машинах заключается в том, что на этой машине играют все, кому не лень, кто проходит ветку в Британии. И здесь было 760 игроков. А здесь играло всего лишь 76 счастливчиков, которые ввалили, скорее всего, реальные деньги на то, чтобы эту машину себе приобрести, либо купить голды для того, чтобы попытаться в свое время Чириотера достать из контейнеров. Поэтому и разница в процентах такая. Будет на Чириотере играть столько же игроков, сколько на проходном Чириотере, но, соответственно, будет процент по победам гораздо ниже. Ну, по крайней мере, я себе так это понимаю. Ну что, в отношении того, что представляет собой орудие по ТТХ, если смотреть на него в ангаре с учетом установленного оборудования. Что мы, ребят, имеем? Мы имеем 3,8 время сведения. В целом это нормально, хотя хотелось бы быстрее. 0,345 разброса. Вполне себе приемлемая цифра. 2412 единиц ДПМа, которые далеко не всегда получается реализовать, потому что ПТХа все-таки не настолько живучая, как хотелось бы. Время перезарядки практически 9 секунд, с учетом того, что оборудование установлено на досылатель. 240 мм по пробитию на бронебойных базовых. Есть хэш-фугасы, осколочно-фугасные снаряды с пробитием в целых тысячу... Господи, тысячу, если бы. В целых 170 единиц. Это действительно очень круто. И при этом накидываете 420 единиц урона. Ну а базовым снарядом 360. Также есть бодрый угол склонения орудия вниз, минус 10. То есть в целом по орудию конкретно у меня лично к данной ПТХе вопросов абсолютно никаких нет. Ну кроме разве что времени полета снаряда на дальнее расстояние. Ну что, берем Чириотера и поехали немножко по воюям. Так, ну что, погнали. Все ребята, в том числе и наши ТТшки, решили ехать в одном направлении. Меня это лично радует. Чем больше толпа, тем легче встречать и морды бить. Надеюсь, нам сейчас повезет и все хорошо сложится. Привет. Привет, Сайленсер. Молодец. Красиво спрятался в кустике. Я, правда, не знаю, кого ты там выцеливать собрался. Ну ладно. Стоишь да и стоишь. Поскольку едем в направлении средних легких танков и с учетом того, что у меня есть великолепные хэш-фугасы, сразу заряжаю их. Данная машина однозначно не про фарм серебра. Это коллекционка с не сильно задранным коэффициентом доходности. Поэтому нет необходимости экономить серебро, отыгрывая на базовых снарядах. Если у вас в танке предусмотрены хэш-фугасы, то в большинстве своем стоит именно их и использовать. Гусеницу сбил Химери. Какая прелесть. Ладно, сейчас подождем. По времени перезарядки в целом все нормально, все окей. Мне лично комфортно. Я не могу сказать, что не хотелось бы, чтобы быстрее перезаряжалось. Но это просто, как говорится, из принципа. Знаете, просто хотелось бы, чтобы было еще лучше. А в целом вполне играбельно, вполне нормально, вполне комфортно. В отношении времени сведения, в отношении точности орудия, в целом тоже все довольно неплохо. И тоже цепляться особо не к чему. Так, Химеринку. Не хотели бы вы получить на 500 единиц. Когда закидываешь хэш-фугас, понятное дело, ощущение прям имба-имбовое. Но, когда вспоминаешь о том, что ты можешь по результатам выйти в минус, понимаешь, что далеко не настолько все круто, как хотелось бы. Так. Чифик. Тебя будут добирать базовым. Не вижу смысла тратиться. Добрали до меня. Ладно. Поехали дальше. Сейчас попытаюсь подобраться к ТТшнику. Ага. Вот так вот. А вот и он. Выстрелите в руководке. Пробитие. Ну, родимый, давай. Ну вот и все. Включена у меня была защита. Не включена у меня была защита. Как вы видите, даже в самой защите у меня есть отверстие от снарядов соперников. В забронированной части рубки, жаль, придвинуть ближе не могу. У меня тоже просто такие великолепные две отметины, да. То есть там, где вроде бы броня должна быть. Мне даже маску орудия пробили. На удивление. Именно поэтому мне и не нравится Чериоттер. Потому что играть на нем на дальних расстояниях, как на ПТшке, сложно. Потому что долго летит снаряд. Ну, а в отношении игры на ближних расстояниях, да лампочки эти бронелисты, по большому счету. И ты можешь делать вполне такие же себе успехи на обычном проходном Чериотере. Ну, единственное, что здесь, да, действительно есть великолепные хэш-фугасы, которые можно вполне спокойно использовать против своих соперников на направлениях легких и средних танков. Главное, чтобы у вас была поддержка от ваших союзников, чтобы они вас прикрывали и вы могли вполне спокойно отрабатывать по соперникам, пока те отвлечены на ваших союзников. Досматриваем бой, посмотрим, что будет по результатам. Но я больше чем уверен, что там особо хвастаться нечем будет. Навряд ли я смог набросать какого-то существенного урона. Какой-то вклад в победу сделал. Вроде бы, вроде бы Химеру сгрыз, практически догрыз Центуриона. Жаль, правда, что вместо меня добрали его мои союзники. Так было бы два фрага. Ну, ладно, бог с ним. Досматриваем бой, ну и подбиваем итоги. Итак, ребят, результаты боя. 1070 единиц нанесенного урона приносят мне знак классности третьей степени, чему я очень сильно удивлен. Он один уничтоженный соперник в отношении фарма серебра. Как я сказал, данный танчик, а точнее данная ПТшка абсолютно не профарм. Поэтому забудьте про то, что вы будете серебро из боевого возить. Хотя бы в виде какой-то горсти. Ну и в результативности своей команды занимаю второе упрямое место, правда с конца. В любом случае, сыграл как сыграл, вырезать ничего не собираюсь. Потому что хочу показывать вам танки такими, какие они есть на самом деле. Ничего не приукрашая и не выбирая один бой из 50, которые были удачными. Но не настолько, как тот, который я выбрал, для того, чтобы показать всю красоту какой-то машины, которая вышла на продажу или появилась в какой-то рулетке. Мне лично не нравится черетер, потому что его просто не вывели в состоянии титана. Он не титан. Это просто ПТ-ха, которая имеет способность закрываться картонными коробками по нажатию волшебной клавиши. Которая, кстати, добавляет только геморроя определенного. Потому что мало того, что ты должен следить за боем, сводиться, стрелять, пытаться куда-то откатиться. Так еще и помнить, в какой момент эти бронелисты тебе необходимо активировать. Хоть предугадать правильный момент. И все равно на финише это абсолютно ничего не дает. Вот такое мое честное мнение по поводу черетера. И мне кажется, что разработчикам необходимо с черетером с этим что-то немножко решить. Потому что из общей линейки титанов он уж однозначно выбивается. И выбивается не в лидеры, а вот как раз в аутсайдеры. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok